Приветствую всех на канале. Сегодня в работе у нас представитель европейского автопрома, электромобиль Jaguar I-Pace. У меня на канале есть видео по ремонту такого автомобиля, и ремонт заключался в замене одного из двух 12-вольтовых аккумуляторов, который, как казалось, был полностью разряжен. Ссылку на него оставлю в конце этого ролика. А сейчас займусь диагностикой данного автомобиля. Был у меня один Jaguar в работе, и когда изучал ошибки, которые в нем были, оказывается, была одна отзывная кампания по причине слишком короткого провода, и вследствие чего этот провод просто выпадал с разъема, не выпадал, а отрывал с разъема. Но там был немножко другой порядок ошибок, и не так она себя ввела, не переходила рейди, насколько я помню. Но в том случае этот дефект уже был устранен, и проблема была в маленьком 12-вольтовом аккумуляторе. Их здесь два, один большой, один маленький. И автомобиль, когда приехал ко мне, было, что... Дефект заключался в том, что была вибрация по педали тормоза. При нажатии педали тормоза была вибрация. Но напрямую с таким дефектом, который сейчас, что она приходит в режим рейди, но не едет, и пишет неисправность коробки передач. С таким еще не сталкивался, но слышал об этой проблеме. И сейчас сделаю диагностику, посмотрим, такая проблема или нет. Вот такое количество ошибок у нас. Половина блоков с ошибками. Так, и вот как раз вот эти ошибки. Park, Powell, Motor, Control, Circuit. Это как раз и говорит о том, что у нас есть проблема с этим разъемом. Но все очень похоже, что все-таки проблема именно с этим разъемом есть. Надо сейчас еще найти рекламационный лист по вот этим ошибкам. И лезть, проверять этот разъем. Он в очень неудобном месте находится, но нужно добираться. Так, после удаления ошибок у нас остались только ошибки. Остались вот эти ошибки. Как раз эти ошибки, и, насколько я помню, говорят о неисправности проводки. Этого актуатора паркинга. Будем тогда разбираться с этой проблемкой. А вот, собственно говоря, и сам этот технический бюллетень с этой неисправностью. Датирован 2021 годом. И эти проблемы на автомобилях 19-20 модельного года, которые собираются в Граце, Австрия. По этим ошибкам выпущен такой бюллетень. И даже указано, что необходимо менять, что необходимо откручивать. Даже схематически. Вот как раз эти ошибки, которые возникают, они связаны с откислением и отрывом вот этих проводов, которые идут на разъеме. Он в таком неудобном месте, что его так просто не увидеть. И даже есть в этом техническом бюллетене написано, что нужно откручивать, какой порядок действия для того, чтобы устранить этот дефект. Вообще, по идее, этот случай должен быть гарантийным. И официалы должны устранять его за свой счет. Потому как это признанный заводской дефект. Но в данном случае автомобиль ездил к официалам или не ездил, я не знаю. Но приехал к нам, а значит устранять будем его мы. Сейчас попытаюсь добраться до разъема и пошевелить провода. Так вот он. Не знаю, будет на камере видно его или не будет. Вот наш разъем. И сейчас пошевелю проводочки. И вот у нас один провод как раз и отпал. Отпавший черный провод. И из-за этого вся проблема. Теперь нужно будет как-то добраться до него. Потому что вроде как я отсюда видно, но добраться до него не представляется никакой возможности. В общем, нужно будет добраться, восстановить этот провод. Снять пин и подпаяться к нему. И восстановить этот провод. И тогда проблема будет решена. Вот такой здесь шикарный доступ ко всему. Кстати, вот это вот второй 12-вольтовый аккумулятор маленький. С которым была проблема в одном из предыдущих видео, которое я делал по Ягуару. В нем именно была проблема. А вот второй аккумулятор. В общем, здесь стоит два аккумулятора маленьких 12-вольтовых. И один высоковольтный. Я поставил снизу фонарик, чтобы светить на разъем. Чтобы примерно прикинуть, что нужно разбирать. И вон где свет. Вот где-то вон там. Поэтому немножко нужно здесь подразобрать. Чем, в общем-то, сейчас и займусь. Наконец-то снял разъем. И вот можно обратить внимание, что плюсовой провод тоже уже начал гнить. И вопрос времени, когда он отпадет. И поэтому решил уже все провода перепиновать. Удлиню полностью все проводочки. И тогда должна проблема уйти и больше не появляться. Ягуар это точно кошка. Все руки исцарапаны, пока добрался до этого разъема. Но что поделать. В общем, буду разбирать разъем. Так, разъем восстановил. Провода немножко другого цвета. Но то такое. И теперь нужно будет это все припаять к родным местам. Определиться, какая длина нам нужна. Чтобы она нормально там шла, ее можно было зафиксировать. И при этом не переламывалась. И припаять эти концы. К той стороне. И все. И тестировать автомобиль. После ремонта, в случае, если что-то произойдет опять с этим разъемом, не дай бог. Сомневаюсь, что что-то произойдет. Но тем не менее. То его уже можно будет обслужить, просто демонтировав. И в этом месте уже, по крайней мере, не надо будет полмашины разбирать, чтобы добираться до этого разъема. Разъем установил на место. И сейчас чуть подсобрал. И сейчас хочу проверить. Будет ли ошибка или нет. Запустится автомобиль или нет. Остался один пластик. Здесь уже по силовой части все подсинено. Поэтому сейчас проверю. Пошла уже циркуляция антифриза. Сейчас проверю и посмотрим. Первый запуск. Так, и автомобиль у нас поехал. Не моргает у нас драйв. И здесь не моргает. И здесь не моргает. Паркинг моргает. Так, и ошибка обнаружена неисправной системой зарядки. Интересно, с чем это связано. Ладно, в любом случае сейчас подключу компьютер, сотру ошибки. И посмотрим, что у нас останется. Так, как минимум, что она у нас едет. Но пока что есть какая-то ошибка по зарядке. Надо сейчас проверить, почему у нас появилась эта ошибка. Автомобиль поехал. И перестал моргать паркинг. Я просто забыл, что здесь стоял на снятии с паркинга. Чтобы принудительно снять с паркинга, это нужно вот этот фиксатор зафиксировать. Тогда автомобиль будет кататься. Сейчас я его поставил обратно на фиксатор. Поэтому здесь проблема решена. Единственное, что пока что непонятная ситуация, почему у нас напряжение падает. 11,88. У нас не хочет заряжаться 12-ти вольтовый аккумулятор. При этом на этом аккумуляторе 12,41 вольт. А на этом уже 11,83. Этот момент пока непонятен. Подсобрал немножко автомобиль. Поставил жабо, дворники. Здесь пока не собирал, потому что есть пока один нюанс непонятный. Я не знаю, как себя должен вести Ягуар. Не сталкивался с таким дефектом. Но, тем не менее, при тесте автомобиль у нас уже едет. Все работает. Единственное, что у нас нет заряда на 12-ти вольтовый аккумулятор. При общении с владельцем, потому что автомобиль нам привезли от официалов. Вроде как от официалов. На 100% не уверен. Это все со слов владельца. И он сказал, что машина была у официалов. Они проверяли этот разъем. Разъем был у них целый. И проблемы в электронике. И надо было узнать, что еще делалось по ней. Потому что вот этот релизер, который отключает паркинг, был оценен. Но это, в принципе, логично. Автомобиль двигался. И второй вопрос. Что еще могло быть? Почему нет зарядки 12-ти вольтового аккумулятора? Что могли отключить? Что могли сделать? И владелец сказал, что у него это было. И при этом автомобиль проехал порядка 40 километров. И после этого все заработало. Пошла зарядка. И когда такая ситуация, то автомобиль и не заряжается. Я проверил, действительно, автомобиль не заряжается. При том, что он запускается. В общем, сейчас такая непонятная ситуация. Нестандартная. Обычно на электромобилях я такого не видел. А здесь какая-то такая новость непонятная. Поэтому сейчас сделаем тестовый заезд. И если все нормально и действительно зарядка пойдет, тогда уже соберу. Если нет, тогда нужно будет разбираться, почему еще нет зарядки. Так, тестовый выезд. Хочу понять, включится ли DC-DC преобразователь. Еще интересно, как-то себя ведет. При остановке машина загорается ready. Но это так же точно и на Volkswagen e-Golf. Но при этом вот еду. Останавливаюсь. Выключаются контакторы какие-то сзади и загорается ready. При нажатии педали газа включаются контакторы и машина начинает ехать. Честно говоря, я впервые с таким сталкиваюсь. Машина в режиме ready должна, по идее, заряжать батарейку и контакторы должны быть включены. Но она себя ведет как-то вообще непонятно. Только при движении включаются... Почему-то при нажатии педали газа включаются ready. То есть, пока автомобиль стоит, получается у нас и аккумулятор 12-вольтовый не заряжается. Не совсем понимаю алгоритм работы его пока что. Потому что на том Ягуаре, который я ремонтировал во Львове, на котором делал тестовый выезд, я такого не замечал, чтобы она себя так вела. Но посмотрим. Сейчас проедусь пару кругов. И посмотрим, что будет. Предупреждений пока что никаких нет. Есть только предупреждение, что низкое давление в колесах. Других предупреждений нет. Динамика, конечно, здесь просто потрясающая. Еду скоростью 65 км в час. Нажимаю педаль газа. Еле-еле нажимаю. И машина ускоряется. Крутящий момент здесь запас просто огромный. Автомобиль у нас полноприводный. Но без пневмы. Не знаю, это плюс или минус. По крайней мере, пружина надежнее. Но на пневме более комфортно. Теперь нужно добиться, чтобы автомобиль заряжался. И тогда, в принципе, все. Можно будет его выпускать. Честно говоря, впервые вижу такой непонятный алгоритм для меня. Сейчас попробую остановиться, посмотреть, будет ли она себя так же вести с контакторами. Да, отключает что-то, клацает контакторы, видимо, выключаются. При нажатии газа что-то опять клацает, и машина едет. Очень странный алгоритм. Возможно, конечно, есть какая-то неисправность. Еще раз подключу компьютер, сделаю диагностику. Но как-то очень-очень она непонятно себя ведет. Автомобиль полностью готов. И сейчас делаю последний тест. И что хочу сказать. Когда наш сотрудник проехал около 40 километров. Действительно, 12-вольтовый аккумулятор начал заряжаться у DC-DC преобразователя. На нем появилось напряжение 14,6 вольт, насколько я помню. И пропало вот это вот ощущение включения контакторов в момент трогания. То есть, когда автомобиль стоит, потом начинаешь трогаться, срабатывали контакторы. Сейчас это все не происходит. Автомобиль себя ведет корректно, адекватно. Так, как ведут себя все электромобили. Потому как, если контакторы каждый раз будут срабатывать, их на день только хватит. Я, конечно, утрирую, но сильно надолго их не хватит в таком постоянном включенном-выключенном состоянии. Сейчас автомобиль уже у нас заряжается. При подключении зарядной станции. И, соответственно, заряжается 12-вольтовая батарея. Это владельцу сказали официала, после того, как он к ним обратился с такой ситуацией. Я не знаю, не заряжалась или он уже отловил этот такой нюанс. Но официалы подтвердили, что да, это нормальная ситуация для них. Ну и для нас, конечно, это такая новость, что себя ведут так машины. Потому как, если слабый аккумулятор, автомобиль не только не заряжается, он и контакторы не включает. А здесь автомобиль едет, но контакторы на зарядке включать не хочет. Не знаю, чем это обусловлено, но вот решили сделать так. В общем, автомобиль готов. И сейчас уже будем его выпускать. Очень, конечно, нравится мне Jaguar. Очень динамичный. Очень бодро разгоняется. Но, в принципе, это касается все электромобили, у которых там, конечно, нельзя сравнивать с Nissan Leaf. Потому что Nissan Leaf это достаточно простой автомобиль. Грубо говоря, как Lanoz на наших дорогах, Украина. То примерно такая ассоциация с Nissan Leaf. А Jaguar это все-таки премиум автомобиль. Поэтому здесь динамика просто сумасшедшая. Салон очень комфортный. Те же самые мониторы, как на некоторых китайцах я показывал. Но это дань моде и достаточно интересно. Все здесь. В общем, что могу подытожить. Что Jaguar мне нравится. Не по цене, а по управлению. По цене, конечно, машина дороговатая. Но очень-очень интересная машина. Вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!